Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Все, что необходимо знать о Западной Армении. Национальное собрание Франции единогласно осуждает Азербайджан. Программа обеспечения жильем вынужденных переселенцев Арсаха в последствии войны будет завершена в 2024 году. Артур Тормасян. Отмена встречи в Брюсселе ставит под угрозу перемирие. Институт Лемкина предупреждает Турцию о геноциде. Очередной шаг по ликвидации нахидживанской автономии и аннексии Баку. Открытие выставки на Горный Карабах наследия под угрозой в Брюсселе в Европейском подзаменте. Известные сыны Западной Армении Григор Наракоцин. В 1917 году Ленин и Сталин подписали так называемый декрет о турецкой Армении, согласно которому Турция не имела права вводить войска в Западную Армению после вывода оттуда российских войск. Западная Армения должна была сформировать собственную армию для своей защиты. А между Западной Арменией и Турцией должна была быть проведена демилитаризация границы. Турция согласилась на эти условия. Но как только Россия вывела свои войска, Турция нарушила этот договор и оккупировала Западную Армению, захватив ее основные областные центры, такие как Ван, Бетлис, Муш, Ерзенка, Карин, Трапезунд, Ути, Карс, Дараинг, Цулакерт. Армения и Турция совместно обратились в Международный орбитажный суд для уточнения границ между двумя странами и проведения демаркации и делимитации границ, закрепив их железнобетонным документом, не имеющим сроков давности, орбитажным решением. Орбитажное решение было принято в ноябре 1920 года под руководством президента США Вудера Вильсона. Под решением орбитажа была поставлена большая печать США. Решение орбитажа вступило в силу. Решение написано. Решение окончательное. Обжалование пересмотра не подлежит. Сроков давности не имеет. Вступает в силу немедленно. 256 депутатов Национального собрания Франции решили обсудить резолюцию, осуждающую Азербайджан и войну против Армении. На обсуждение предложения 34.1 о принятии резолюции, направленной на прекращение агрессии Азербайджана против Армении и установление длительного мира на Южном Кавказе, строго настаивали 14 депутатов. А правительство в лице госпожи Крисулы Захару Пулос напомнило о необходимости сохранения открытого нейтралитета для диалога между двумя сторонами. Призывая строго соблюдать условия трехсторонней декларации от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, резолюция французских парламентариев призывает правительство работать в рамках ООН по размещению международных миротворческих сил, которые могут обеспечить прекращение военных действий на Южном Кавказе и безопасность мирного населения. Формула полностью доступна на нашем сайте. Председатель Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян встретился с группой вынужденных переселенцев во главе с основателем Центра инициативы ГЕН Армине Афакимян. Приветствую общественные инициативы, глава парламента подчеркнул важность озвучивания структурами вопросов, волнующих общественность. В ходе встречи говорилось о проблемах перемещенных лиц. Было отмечено, что они всегда находятся в центре внимания парламента. Любая программа законодательная инициатива, способствующая решению социальных проблем перемещенных лиц, получит поддержку со стороны законодателя. «Моя борьба идет по двум направлениям – статус Арцаха и защита интересов семей погибших воинов-освободителей, вынужденных переселенцев, бедных и ущемленных», – сказал Артур Товмасян. Касаясь вопроса обеспечения жильем вынужденных переселенцев, Артур Товмасян отметил, что программа фактически стартовала 1 июля 2021 года и будет завершена в июле 2024 года. В настоящее время Западная Армения занята защитой прав коренных армян Арцаха. В Европейском суде по правам человека рассматриваются дела семей и шуши, которые в ближайшее время получат соответствующее решение. Эксперты американского центра «Стратфор», составляющего анализы на политические и военные проблемы, коснулись последнего важного развития армяно-азербайджанского конфликта за планированной Брюсселе встречи президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Это инициатива Алиева, который заявил, что Франция занимает антиазербайджанскую позицию и безоговорочно поддерживает армян, следовательно, не может выступать в качестве нейтрального посредника. Для обоснования своих слов Алиев привел пример изолюции обеих палат парламента Франции и заявления, озвученные на конференции в Франкофонии. По мнению аналитиков, провал обеих сторон в вопросе обеспечения существенного прогресса в мирном процессе и изменения риторики Азербайджана позволяет предположить, что Азербайджан еще больше склоняется для демонстрации своих рычагов применения силы, а это означает, что вероятность новых кровавых инцидентов на армян-азербайджанской границе или в Арцахе растет. Аналитики напоминают, что 23 ноября Пашинян отказался подписывать документы в ДКБ, так как в них не было политической оценки вторжения азербайджанцев на территорию Армении. Еженародные партнеры должны осудить, жестко отреагироваясь на поведение бакинского диктатора, поскольку это типичный пример срыва переговоров, чего на данный момент нельзя допустить во избежание кровавых столкновений. После зверств Турции в отношении курдов, ассирийцев и езидов Сирии и Ирака, также продолжающейся геноцидальной риторики в отношении армян, Институт предвозвращения геноцида Лемкина предупредил Турцию о геноциде. Институт Лемкина включил Турцию в красный список исполнителей потенциальных попыток геноцида и осуществляющих геноцид. Институт обратил особое внимание на безнаказанность и отсутствие расследования в отношении Турции, так как она является союзником НАТО. Предупреждение режима Эрдогана оценивается как автократически и отмечается. Турецкое государство является частью политики уничтожения, которая выражается в повторяющихся ужасных военных нападениях, бомбардировках, похищениях людей, пытках и внесудных казнях. Турция решительно поддерживает стиль геноцида, осуществляемый Азербайджанской республикой по отношению армян, как в республике Армении, так и в республике Арцах. В дополнение к упорному отрицанию геноцида армян, Анкара активно сотрудничает с бакинским режимом, чтобы свести на нет требования зависимости арцахских армян и устранить все следы армянского присутствия на Южном Кавказе. В этом контексте одного из предупреждений о геноциде, адресованных Азербайджану, 7 октября 2022 года мы указали, что в Турции Раджеп Таип Эрдоган в значительной степени способствовал созданию атмосферы безнаказанности, из-за которой эти два государства теперь свободно действуют. Бакинские СМИ сообщают, что сотрудники службы государственной безопасности провели операции в Государственном комитете по стандартизации метрологии и патентам на Хиджеванской автономной республике. Вчера стало известно, что Алиев подписал указ о распуске Государственного таможенного комитета на Хиджеванской автономной республике. Согласно указу, создается главное таможенное управление на Хиджевана, которое входит в состав Государственного таможенного комитета Азербайджана. Нет сомнений, что Государственный комитет по стандартизации метрологии и патентам на Хиджеванской автономной республике также будет распущен и станет частью Азербайджанского комитета. Таким образом, Баку приступил к ликвидации статуса Нахидживана, который был определен Карским русско-турецким договором 1921 года, как армянская автономия, временно находящаяся под протекторатом Баку с определенными полномочиями армянской стороны, в частности гарантом статуса Нахидживанской автономной республики. Под высоким патронатом члена Европарламента Натали Луазо состоялась церемония открытия выставки «Нагорный Карабах. Наследие под угрозой». С речью выступили депутат Европарламента Натали Луазо, посол Республики Армении в Бельгии, руководитель представительства Республики Армении в Евросоюзе Анна Агаджанян и директор дипломатической школы МИД Республики Армении Багея Гавриэлян. До 1 декабря в Европейском парламенте будут демонстрироваться фотографии, сделанные Багея Гавриэляном. Об этом сообщает посольство Республики Армении в Брюсселе. Армянский поэт, философ, музыкант Грикорна Рекаци родился в Западной Армении в одном из сел южных берегов озера Ван. С малых лет он был связан с монастырем села Нарек Воспуракана, откуда и произошло название Нарекаци. О жизни Грикорна Рекаци сохранилось не так много достоверных сведений. Обучение проходил в школе монастыря. Усвоив переводческую и самостоятельную рукописную религиозно-философскую литературу Матана Дарана школы, Грикорна Рекаци впоследствии стала одним из столпов этого учебного центра. От Нарекаци осталось много произведений, лучшие из которых «Тагер» и поэма «Книга скорбной песнопения», относящихся к числу величайших художественных ценностей, созданных человечеством. Нарекаци стал всемирно известным в армянской и мировой литературе. В поэме Нарекаци создал идеал человека, стремящегося к совершенству, продвигая культ совершенного существа Бога. Он по-своему решает отношения человек и Бог, природы и Бог. Бог везде и во всем. Нарекаци как музыкант вдохнул в новую жизнь специализированное армянское средневековое песенное искусство. Грикорн Нарекаци остался непревзойденным в литературе, в создании и использовании различных размеров соответствующие рифмы, в достижении неповторимых результатов ритма и музыкальности. И в завершении новостей послушаем музыкальное произведение. Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра! Субтитры создавал DimaTorzok